Сегодня мы с вами рассмотрим такую баллонку как раз герметизация самого блока двигателя. Почему это может произойти? Это может произойти сальники у нас повреждены, прокладки повреждены или открутился теплоизолятор, к примеру. Какие симптомы? Триммер даже может заводиться, может конечно вообще не заводиться. Может заводиться, но холостого хода не будет. Если нажмете на газ, еще работает с перебоями, к примеру. А отпускайте газ, он глохнет. Даже если вы закручиваете полностью винт холостого хода, он все равно будет у вас либо визжать, либо глохнуть. То есть устойчивой работы такой триммер дать не может. И самое обидное, что в таком случае, конечно же, замена карбюратора вам не поможет. И вы выкинете деньги просто напрасно. Поэтому правильная диагностика – залог успешного ремонта. Как же нам узнать, герметичная система или нет? Как провести диагностику? Проще всего это сделать, накачав цилиндропоршневую группу и сам картер, накачав воздухом. Чтобы накачать это все дело воздухом, я вложу прокладку между глушителем и поршневой. Вот она там видно. Сплошная, просто перекрываю полностью. Дальше вложу прокладку между теплоизолятором и карбюратором. Вот такую. Тоже глушу, можно сказать. Мы делаем что? Мы делаем то, чтобы воздух наш не мог выйти нигде. Вот, прикручиваем это дело. Это я закрутил. Подтягивайте так же хорошо. Получается, у нас здесь воздух выйти не может. Здесь воздух выйти не может. Теперь мы откручиваем свечку. И вот дальнейшие наши действия. У меня есть вот такая вот штучка. Я ее сам сварил. Вот. Со старой свечки выбил весь вот этот вот изолятор. И приварил сюда трубку такую, как сосок. Вот. Сейчас, в принципе, сваркой в каждом доме можете сделать такую же. Можете взять просто потолще шланг и два человека вам понадобится. Один будет держать, второй будет качать. Вкручиваем вот эту вот нашу штучку сюда. Так же подтягиваем. У меня есть компрессор здесь, но я им не пользуюсь. Он здесь шипит со всех сторон, ничего не слышно. У меня вот обычный вот такой насос. Я его сюда вот так одеваю и качаю. И отчетливо слышу шипение вот отсюда. Со стороны малого сальника, со стороны стартера. Слышно? Надеюсь, ее на камеру тоже будет слышно. Шипит очень сильно. Это и есть разгерметизация. Наш сальник поврежден. Или же он просто выскочил. Сейчас мы это посмотрим. Выкручиваем назад. Нашу вот эту вот штучку. Теперь наша задача открутить. Сейчас я вам покажу. Открутить вот эту вот шайбу. Потому что под ней что-то у нас не то. Оно и видно. Вот здесь у нас скопление масло-бензиновых смеси. Она сальникой пропускает. И она у нас вот сюда к стартеру выходит. Сейчас мы эту вот шайбу будем откручивать. Засовываем веревку в свечное отверстие. Это мы делаем для того, чтобы нам заблокировать поршень. Вот здесь обычная резьба. Поэтому берем простой ключик. И скручиваем. Вот, смотрим. И тут отчетливо видно, что сальник наш вышел из строя. Не работает он совсем. Будем ставить новый вот такой вот сальничек. Старый вытаскиваем обычной отверточкой. Вот он. Видно, что он развалился. Герметизации, соответственно, не было никакой. Вся топливная смесь вот сюда вот улетучивалась. И все. Вот. Устанавливаем новый сальничек. Вот так вот берем. И туда его запихиваем. Запихивать надо хорошо. Чтобы он нигде не пропускал. Так. Шайбу на место ставим. И прикручиваем. Прикручиваем. Наш храповик. Вот так. Да пойдет. Вот. Сейчас я уберу вот эти прокладки отсюда. Отсюда. Поставлю стартер. И пойдем, как обычно, попробуем, заведем. Посмотрим, как поведется данный инструмент. Дорогие друзья, вот он наш с вами триммер, на котором мы поменяли сальник. Вот с этой стороны, со стороны стартера. Он у нас был поврежден, как мы помним. И сейчас мы уже попробуем, заведем. Послушаем, как работает двигатель. Может быть, произведем подстроечку. Послушаем, как он. Ничего не надо настраивать. Все работает отлично. Подписывайтесь на наш канал. Заходите на наш сайт. Пока.